Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. Ярослав опубликовал в личном профиле инстаграм фотографии, с первых концертов, состоявшихся после смерти его любимой супруги. Он долго раздумывал над тем, стоит ли ему вообще соглашаться на выступление в тяжелом состоянии, но все же сделал выбор в пользу публики, отметив, что Наталья желала, чтобы данный тур прошел успешно. Под снимками с мероприятия Ярослав поблагодарил преданных поклонников за поддержку и понимание, а также признался, что этот тур оказался для него самым тяжелым, но вера фанатов Сумишевского помогла ему взять себя в руки и выйти на сцену после ужасного ДТП. Делюсь с вами фото с концерта в Красноярске. Этот гастрольный тур для меня был самым тяжелым, но благодаря вашей поддержке, я справился. Буду продолжать работать и развиваться ради Наташи, моих детей и моих зрителей. Спасибо вам большое за все, пишет он в сети. Подписчики, в свою очередь, также одарили кумира теплыми словами и восхитились его мужественностью. Так жутко от всего этого, они всегда в паре работали, а тут в полном одиночестве. Ярослав нереально крепкий парень, выйти на сцену в горе уважаю его очень сильно, подбодрил артиста парень. Ярослав Сумишевский организовал торжество в честь дня рождения своего сына Мирослава. Мальчику исполнилось 4 года. По такому случаю исполнитель сделал перерыв в своем плотном гастрольном графике, снял комнату в детском развлекательном центре, созвал родственников и прочих друзей и близких, и с размахом отметил праздник. Кульминацией торжества стал вынос торта с фигурками в виде динозавров. Шедевр кулинарного искусства зеленого цвета поставили на столик прямо перед именинником. Тот загадал желание, задул свечи, не без посторонней помощи. Этот трогательный момент Ярослав Сумишевский опубликовал на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. На этом все. Подпишитесь на наш канал и поставьте лайк, если понравилось.